Дай почитать. А почему талант зарыли в землю? Ведь талант первоначально был мерой веса и денежной единицей, которую оценивали примерно в 26 килограммов серебра. Но с годами значение слова поменялось, а выражение осталось, но теперь не в буквальном значении. Его соотносят с теми, кто бездарно распоряжается своими способностями и не приумножает полученный свыше дар. Почему известная сказочная фраза «сивка, бурка, вещая, каурка» звучит как бессмыслица? А крас сказочной «сивки, бурки, каурки» – это смешение мастей, которое никогда не встречается у лошади в реальной природе. Одновременно сивой, бурой и каурой она быть не может. Кстати, на посошок и присесть на дорожку – два этапа одного и того же процесса – прощание с гостем. Выпить на посошок в стародавние русские времена означало выпить из рюмки, поставленной на посох, не пролив при этом ни капли. Такой своеобразный тест на трезвость. И если гость задачей не справлялся, в дорогу его никто не отпускал. Об этом и о многом другом в книге Олеси Дроздовой «Беречь. Речь. Забытая история русских слов и выражений». Ольга Дроздова – популярный блогер и доступна, и с юмором рассказывает историю русских слов, выражений и фразеологизмов. Слов и фраз из античности, из русских сказок. Говорит об устаревших словах и фразах типа «сорок сороков», «заруби себе на носу», «шерочка с машерочкой» и многих других. Любопытно, что на странице 133-135 Олеся Дроздова пишет о странном и жутком празднике, породившем слово «свистопляска». Упоминает она и мнение по этому поводу отца Александра Балыбердина и дымковскую игрушку, свистульку и так называемое «хлыновское побоище». Цель, которую поставила перед собой Олеся Дроздова – пробудить интерес к изучению русского языка, успешно достигнуто. 12+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!